Вместо квартиры больничная палата в нейрохирургическом отделении Дмитрия избили охранники агентства недвижимости. А ко мне этот наклоняется и говорит, еще раз вы сюда сунетесь, он будет типа хуже или вообще убьем. Калантай-24, агентство недвижимости, сюда приходят десятки людей, чтобы вернуть свои деньги. Сказали, в течение 10 дней деньги вернуты, и все же дожидали 10 дней, сегодня 10 дней, вот и приехали. Схема обмана стара, дают объявление о сдаче квартиры. Цена низкая, в агентстве просят залог, якобы в счет оплаты жилья, но ни квартиры, ни хозяина в реальности нет. Избитые охранниками Дмитрия и супругой Марины дежурили у дверей несколько дней. Мы видели здесь охранника, который ходил, нас всех пугал, ну что вы здесь стоите, уходите отсюда. Не пускали никого, всем говорили людям, тут аферисты работают, не подходите близко. Дмитрий, в больнице уже неделю врачи зафиксировали побои средней тяжести. Сотрудники полиции к потерпевшему не приходили до сих пор. По словам активистов, нечестные агентства множатся как грибы. Направление бизнеса два, либо аренда, либо вакансии. Во втором случае просят деньги за оформление санитарной книжки, за форму, за пропуск и так далее. В городе орудует не меньше пяти банд. В каждую банду входит порядка десяти человек. Объявление о работе, санитарные книжки, форма или же это обычные договоры аренды. Офисы расположены по всему городу. Многие сотрудники таких лжеагентств активистам знакомы. Например, Иван сегодня работает в офисе на Калантай, а в 2015-м был сотрудником кадрового агентства. Там соискатели брали деньги за форму и санкнижки. А это рапорт капитана Выборгского отдела полиции. В том же 2015-м Ивана доставляли в полицию как подозреваемого в мошенничестве. Этой осенью в эфире телеканала «Санкт-Петербург» в одном из выпусков программы «Зона особого внимания» рассказывали об агентстве недвижимости на Фарфоровской улице. Синя, синя, синя! Полицейские увозили лжеагентов в отдел. Внимание, на пяти машинах. Там же, на улице Ольги Бергольц, мы записали интервью с неким Романом. Я ничего никому не представлял. Вы не работаете в этой организации? Стажировку прохожу. Активисты узнали в молодом человеке сотрудника офиса на Калантай. Видео выложено в группе ВКонтакте. Это вот Роман, один из них. Это вот охранник доблестный, большой мужчина. Эта карта составлена под данным с одной из десятков страниц, посвященным лжеагентствам. Синим отмечены офисы, которые работали в 2014-2015 годах. А красные точки – это данные по жуликам только за первое полугодие 2018-го. Сегодня в Петербурге более 30 офисов. Бизнес набирает обороты. По нашим почвам от 50 до 300 тысяч в день. Соответственно, они зарабатывают каждый месяц примерно около 6 миллионов. Если умножить цифры на количество обнаруженных нами офисов жуликов, получится, что у петербуржцев отнимают около 2 миллиардов рублей в год.